В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям провели брифинг с участием специалиста Центра дезинфекции. На встрече обсудили правила проведения мероприятий по обработке квартир. Всего с начала года в Центре дезинфекции зарегистрировано более 150 обращений от жителей Петропавловска. Активно ведется разъяснительная работа с реализаторами, представителями КСК и жильцами многоквартирных домов. С начала этого года многие мероприятия проводились совместно с местными исполнительными органами. Мы опубликовали множество материалов СМИ. В целях профилактики раздали среди населения более 100 тысяч листовок. В целом проведено более 20 мероприятий по предупреждению химических отравлений. Мы настоятельно рекомендуем не проводить дезинфекцию самостоятельно. Это может привести к недомоганию, а в худшем случае к витальному исходу. В областном центре дезинфекции применяются препараты четвертого класса опасности. Для организма они представляют наименьшую угрозу. Перед тем, как принять и использовать средства, его тщательно проверяют. Маркировка, нанесенная на упаковку средств, должна содержать следующую информацию. Четкое наименование средства, его назначение, масса, объем, дата изготовления, срок годности, условия хранения, номер партии, состав, наименование и адрес изготовителя, правила применения и меры предосторожности. В случае, если средство изготовлено на территории другого государства, указывается уполномоченное лицо, принимающее претензии на территории РК. Также на маркировке указывается номер свидетельства о государственной регистрации. Специалисты напоминают о необходимости подготовки помещения к его химической обработке. Рекомендуется изолировать домашних питомцев, цветы, пищевые продукты и посуду. В случае нарушения правил проведения дезинфекции и дезинсекции следует вызвать участкового инспектора. При появлении первых симптомов недомогания нужно незамедлительно обратиться к врачу.